Волонтёры центра Шанрак посетили несколько цехов АОР-Силур-Митл-Тимиртау, где им рассказали о технологических процессах и секретах производства. Перед тем, как попасть в цех, молодые люди прошли инструктаж по технике безопасности. В каждом подразделении комбината есть определённые риски, которые могут подстерегать на производственной площадке, поэтому к обеспечению безопасности необходимо подходить с особым вниманием. Мы не столь зрелищные, как другие переделы металлургического производства, как, например, доминый цех, а ещё в большей степени кислородоконвертерный цех и тем более прокатное производство. Но, тем не менее, я бы сказал, что производство стали начинается у нас. В коксохимическом цехе ребятам поведали о производстве кокса и о его необходимости как источника энергии при производстве чугуна, о том, что он является главным энергетическим продуктом для поддержания температурного режима доминых печей. Специалист рассказал, чем отличаются уголь и угольный концентрат, какие технологические процессы сопровождают работу и с тем, и с другим. На карте цеха им показали все отделения, объяснив их взаимосвязь и обоснованность архитектурного расположения в соответствии с технологическим процессом. Заместитель начальника агломерационного цеха Яков Коврич на своей территории показал молодёжи весь путь агломерата в технологическом процессе, начиная от поступления на склады. Ребята смогли увидеть процесс спекания шихты и узнать, что такое постель в производственном процессе. Особенно волонтёров впечатлили размеры агломашины – около 90 метров. Это был мой первый опыт, можно сказать, связанный с заводом. Мне всё понравилось. Люди, которые нас сопровождали, объяснили всё достаточно просто, простым языком. Мы всё поняли, как происходит работа на заводе. Мне всё понравилось. Подобные экскурсии необходимы для профориентационной работы. Ведь, посетив однажды цеха комбината, многие ребята решают в будущем связать свою профессию с производством.